Здравствуйте, братья и сестры. Сейчас они уйдут, я вам сейчас все расскажу. Я сейчас все секреты вам расскажу. Давайте, кстати, помолимся за пастором Макса и Таню. Господь, благослови их дорогу, благослови их пребывание там, чтобы все было в Твоих руках, Господь, по Твоему вождению, Господь. Чтобы нужные люди встречались, хорошие люди, от плохих людей защитим, Господь. И есть такое благословение, благослови их при входе и благослови их при выходе. Боже, чтобы и вход их был в Америку, благослови их выход тоже. Чтобы Бог давал мудрость за эту группу, в которой они будут главными, Господь. И чтобы там не было никаких неразборок, все, что было в Твоем Божьем мире. Во имя Иисуса Христа, мы. Все, будьте благословенны. Халлелуйя. Халлелуйя. Что тебе, хочешь поповедовать? Нет, пока не могу. Окей. Сейчас все разойдутся, сойдутся. Сейчас, две секунды. Сейчас подплачут за пастором. Миша, здравствуй. Как жизнь? Моя жена дорогая. А, да, была? Как хорошо славить Господа. Амэн. Амэн. Халлелуйя. Марк, что-то с Роном. Рон, я тебя не узнаю. С тех пор, как шапка у тебя упала, тебя как подменили. Что с тобой сделали там? Я понял. У тебя антенна открыла, да? Теперь шеду. Я понял. Масве, 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 Шеля Рон, да? Окей. Мы продолжаем изучение Священных Писаний. В частности, мы находимся в какой книге? Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Молодцы. Хотел, хотел, хотел некоторых, не то, что некоторых, хотел спросить наших возлюбленных братьев и сестер, кто у нас в процессе изучения языка еврей? Поднимите руку. Недавно приехали, там, даже те, кто давно приехали, хотела бодрить вас, хотела бодрить, что полезно учить язык еврей. По двум причинам. Первая причина, это то, что мы можем коммуницировать, да, как правильно сказать, иметь коммуникацию с природными жителями этой земли, да? Которые родились здесь. Да, Яшик? Яшик. Не знаю. Чего он такой? Не знаю. И вторая, какая причина очень важная? Изноваться на основном. Яфема. Священные Писания Ветхого Завета написаны на иврите. Правда, в древнем немножко отличается. Вот. А мы разговаривали когда-то, просто хотел некоторые интересные вещи показать про слово совесть. Мацпун. Была у нас беседа такая, да? Рассказывал Костя. У меня же тут много еще из семей. А были у нас тут... Да, это просто вирическое отступление для того, чтобы ободрить вас читать Библию на иврите, потому что тут очень много интересных вещей. Я вам рассказывал про слово пустыня, Митбар. Рассказывал? Нет, да? Рассказать? Расскажи. Слово пустыня, да? Митбар. Какой корень у нас там? Кто знает, дети учились в школе. Шорыш. Библи, Митбар. Давар. Далет, бет, рэш. Ха-ха-ха, Сюзанна уже поймала. Что такое товар? Яша, скажи. Ты же у нас вышивил, что-то изготовил. Рома. Рома. Я смотрю на Рому, говорю, Яша. Ой, Рома, прости. У меня с именами проблема. Третий раз. Третий раз. Я думал, что растерялся? Рома, прости. Я вот этих двух господ тоже путаю. Кто же я путаю, я имена путаю. Я с Рома, как я знаю. Рома. Ты понял, чему я плавил, да? Я давно понял. То есть у нас в слове битбар корень давар. Что такое давар? Слово. О, слово или что это? Вещь. Вещь. Ну, материал. Материал, да. Ну, или что-нибудь, да, как бы, что-то материальное. Да. А как мы говорим «ничего»? Шун давар. Шун давар. Это не чеснок, да. То есть никакой вещи, да. Шун давар – это никакой вещи. То есть ничего нет. То есть… А как слово Божье у нас на юрите? Два. Два рилуи, да. Даже тот же самый Кови. А какие еще слова у нас есть, которые происходят из этого корня? Метабер. Вот только что Рон и Марк. Что они делали? Метабер. Метабер. Говорит. Метабер тоже из этого корня происходит, да? То есть Бог – Яфе, молодец, Ома. Бог говорил, да, Метабер, и получились дворы, да? Это очень интересно. И… Да, видишь, как классно, да? В пустыне, когда нет никого, Бог тоже нам бывает Метаберит, да? То есть мы уходим в пустыню, чтобы уединиться, да? Иисус пришел и материализовался. Слово. Да, стало плотью, да? Довар. Ядовар. Ядовар, да, материализовался. Вот такие интересные, вы видите, есть, как это, головоломки. Халлелуи. Хм? Кто их придумал, не знаю, но очень классно. Окей. То. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Мы находимся в первой главе, с шестого по одиннадцатый стихи. Окей. Да, у нас полцеркви на дачах. Ну, ничего. Картошку копают. Утёщи причем, да? Да, да. Окей. Евангелие от Иоанна. Первая глава, с шестого по одиннадцатый стихи. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанна. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все умировали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришёл к своим, и свои его не приняли. Окей. Человек Божий, имя ему Иоанн. Мы все знаем, это Иоанн Креститель. Йохана нам отбил. Это не тот Иоанн, который написал Евангелие, да? Немножко хотел коснуться личности. Я уже рассказывал об этом. У меня в своё время родились очень интересные аналогии с Ветхим Заветом касательно Иоанна. Поделюсь вкратце с ними. Кто помнит, откуда он был, ну, из какого рода он был? Мейзакилу Мишпаха. Мейзэ Лешерет. Левитэ. И больше того он был левит. Он был священник. Из рода священника. Нахон? Да? То есть он был и пророк, да? Мы знаем, что Иоанн был пророком, и священником. Амэн? Амэн. А кого мы знаем из Ветхого Завета? Священник и пророк. Кто мне скажет? Ура. А мой? Ну, Самойл не был из рода священников. А кто? А кто? Ну, подскажу я вам. Это был Иеремия. Иеремия. Правильно? Правильно. И, опять же, я не хочу, чтобы вы считали, что это доктрина, но у меня родились очень интересные аналогии касательно сравнения Иеремии и Иоанна. И тот и тот были из рода священников. Амэн. О чем они проповедовали? О покоряний. Амэн. Но. Что говорил Иеремия? Что он говорил? Или что будет? Кто там уже был по дороге в Иерусалим? Кто, господа? Навуходоносор. Амэн. Все не покаетесь. Город разрушен. Навуходоносор был по дороге уже. Заключитесь с ним миром. Примиритесь. И тогда будете жить у себя в земле. Практически то же самое говорил Иисус. Не послушались, к сожалению. То же самое говорил Иисус. И Иоанн Креститель. Царь уже по дороге. Амэн. Или нет? Что-то вы грустные какие-то сегодня. Тяжелый день будет, что ли? Пастор, вы грустные. Давайте это минутой молчания почти. На грусти мне не будем. Окей. Иоанн Креститель говорил о том же самом. Господа. Царь уже по дороге. Царь Бодер. Приблизилось Царство Небесное. Амэн. Покайтесь. Потому что Он придет и что сделает? Солому? Амэн. Сожрет. Послушались? Ну, частично послушались. Да, мы знаем, что очень много покаялась людей. Но, в частности, духовенство не послушалось. Храм был разрушен. К сожалению, народ России. Второй России. Окей. Иоанн жил в пустыне, да? Мы знаем из других Евангелий. В частности, Евангелие от Луки. Давайте откроем. 1.80. Евангелие от Луки 1.80. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля. То есть, с самого детства, судя по Евангелиям, с самого детства он жил, не знаю, или в одиночестве, или очень в изолированной, ну, как бы, среде, да? Амэн? Иоанн. Креститель. Так написано. В пустыне жил. Почему? Почему надо было ему жить в пустыне? Скажите мне, пожалуйста. Никто не знает. Чтобы ему было все это не проработать, чтобы мир не кидал на него. Молодец. 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 Пятерку сегодня не рабатываешь. То есть, почему Иисус, хорошо, второй вопрос, почему же Иисусу не нужно было жить в пустыне? Потому что у Иисуса не было греховной составляющей, да? И у Иисуса этого не было. У него не было греховной натуры, потому что у него была натура Божья. А Иоанну, крестителю, чтобы получить неискаженное Слово Божье, нужно было жить отдельно. У него была очень важная миссия. Какая миссия была у него? Приготовить народ к явлению царя Машиаха, да? Это первое. И второе. Познакомить с Машиахом. Амин? То есть первое подготовить, а потом сказать, хэвэ, господа, вот этот человек, да? Вот Машиах, вот он спаситель. Поэтому миссия была очень важная. И Богу важно было, чтобы Слово, которое Он посылал Иоанну, было кристально чистым и неискаженным, да? Многие пророки ветхозаветные, мы тоже знаем, жили апостолами. В Бенифрадке его. Тоже несколько, одна из причин, что они не были особо популярны в народе, да? Потому что приходилось обличать, говорить неприятные вещи. Вот. И не всегда, как бы даже цари не всегда их слушали, иногда даже садили в тюрьму. Как это нашей жизни касается? Вся эта история с обособленностью, услышанием Слова Божьего. В практическом плане, когда мы хотим Слово от Бога, лучше отключи телевизор, отключи Фейсбук, отключи всё, что есть, всё, что влияет на тебя извне. Посвяти время продолжительное, да? Месяц, неделю, день, неважно. В зависимости от твоей просьбы в Бог. Молитва, Слово Божье и ничего кроме этого. Ты увидишь? Ты увидишь, я тебе обещаю, что Бог начнёт тебе говорить. Амин? Амин. Слава Богу. Слава Господу. В этом отрывке, который мы прочитали, есть ещё один параметр интересный. Свет. Да? Мы с молодёжью на группе часто разговаривали на эту тему. Свет очень интересное. Очень интересное явление, да? Когда света нет, темно. И мы не знаем, что происходит вокруг, это раз. Мы не знаем, как мы выглядим. Мы вообще ничего не знаем. То есть без света, в принципе, мы лишены всякой информации. Да? Когда приходит свет, это из физики. Тела начинают отражать свет. И таким образом мы видим, что здесь шкаф священ. У Аллы я даже и не знал. А я недавно, кстати, на работе делал у себя уборку и нашёл там что-то. Я уже не понял, что её долго искал. Думал, что она потерялась. О, смотрю, нашлось. Когда свет приходит, мы начинаем видеть истинное положение вещей. Амин? Амин. Слава Богу. Окей. И свет – это кто? Согласно Евангелиям? Иисус. Амин. Рон молодец. Рон – крутой парень. У нас был небольшой спор на молодежке, и он оказался прав. Ну, на библейские темы. Открываем 1 Иоанна 1.5. Послание Иоанна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи уверен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если мы говорим, что не совершили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Вот такая история. Вот такая история. Очень интересная. Советую каждому верующему проанализировать свою жизнь. Бог нас призывает ходить во свете. А что это значит, ходить во свете? Что лампочку купить или с фонариком ходить, или что? Ну как? Ну как ходить во свете? Вот я верующий, я утром встаю. Как мне ходить во свете? Хорошо. Но это еще не все, Аля, на самом деле. Нет, это не все. А что же еще? А вот. А я тебе скажу, что еще? Вот если мы проанализируем вещь, ну как бы нашу жизнь, да, есть ли у нас вещи, о которых мы не хотим рассказывать, ну не то, что там с прошлого, как там что-то страшное было на жизни. Вот наша повседневная жизнь. У меня есть коробочка, да, секретная, когда никого нету, я ее открываю и как бы там. А кому нужно показывать эти коробки? Вот. А мы все прочитали, кому нужно показывать. Смотри. Сейчас я прочитаю. То есть есть верующие, есть верующие, у которых все нормально, ну по их словам. Как дела, нормально. Как дела, нормально, у меня все классно. Ну ты видишь, что не нормально, а человек говорит, что нормально. То есть если мы говорим, что мы не грешим, а в мальчике, если мы говорим, что мы не грешим, что у меня, я уже достиг дзена, да, достиг там высшего, у меня все чакры открыты, у меня все в порядке. У меня все в порядке, у меня никаких проблем нет, или вы, господа, заблуждаетесь, или вы обманываете. То есть в этом, в принципе, я так подумал, в этом принципе и разница между христианством и исламом. В исламе важно сохранить лицо. У меня все в порядке, я крутой гедр. В христианстве важно признавать свои грехи, признавать свои грехи. Если мы не будем, классную фразу, как-то я раз услышал, если мы не будем прозрачные, то люди через нас не увидят Христа. Классно, да? То есть если у нас есть мутность какая-то в нашей душе, то люди через нас Христа не увидят, а наша цель, чтобы люди через нас видели Христа. Амэн или не амэн? А? Я сейчас расскажу, подожди, сейчас дойдем до этого. Сейчас я хочу. Вот, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Есть второй обман дьявола. Дьявол, очень важно понимать, что если Господь, Бог — это свет, то дьявол — это что? Тьма. То есть мы видим в школе, да? Дети — антонимы, да? Свет, тьма, крыша — потолок, крыша протекает. Помните, да, эту шутку? Окей. То есть если Бог — свет, то дьявол — это тьма. Да, дьявол всегда предпочитает действовать во свете, но, конечно же, нет, во тьме. Так вот, если ты сам себя обманываешь, я справлюсь сам, я никому не расскажу. Если ты при условии, если ты сражаешься с грехом, да? Если ты думаешь, что ты справишься сам, хочу тебя расстроить, ты не справишься сам. Есть такое слово — мангеном, да, мангеном. Кто знает, что мангеном? Механизм. Заверите, это механизм. Мангеном. Какой был механизм прощения грехов в Ветхом Завете? Нужно было принести бычка. Бычка надо было принести, да, это там овечку. Дальше что надо было сделать? Как? Зарезать. Вот, мангеном неправильный, сломается механизм. Тоже неправильно. А еще какие есть мысли? О, Яша, молодец. Яша пятерку получает. То есть ты принес бычка, говорит священник, тебе, а что ты принес? Да ничего, просто утупе его и все, а я там дома, я пошел домой вообще. Нет, надо было вслух священнику сказать, что ты натворил, боевает ли? Их грехи надо назвать вслух своими именами. Кому? Тут надо иметь мудрость. Не надо это рассказывать всем. Найди человека, который, во-первых, это не будет рассказывать всей церкви, да. Второе, чтобы человека не стесло от твоих трудностей. Что это должно быть довольно зрелый духовный человек. Потому что есть разные истории, и есть люди неустоявшихся, которые просто смоют водой, да, и вы их больше не увидите. Имею в этом мудрость. Но если ты сражаешься с этим хом, к сожалению, это неприятно, рассказывать о своих, да, похождениях. Нужно это озвучивать. Что, весело, да? Ну, все, все спалились. Кому пойти покаяться, да? Кого не снесет? Окей. То есть это не я так хочу. Я этого, поверьте, очень сильно не хочу. Знаете, всякие там мрачные истории. Но я вам скажу так, я так делаю. У меня с пастором Максом общение. Если я согрешаю, я иду к нему, я говорю это вслух. Мы молимся и идем дальше. Важное оружие дьявола, важно, очень сильно, это стыд. Да, нам стыд иногда. О, а что ж про меня люди подумают? Ну, дорогой мой брат и сестра, так ты охерет по-другому, ты не победишь. Когда ты пускаешь Божий свет, понимаешь, что прикол еще получается? Когда Божий свет приходит в твою ситуацию, Бог начинает действовать, потому что Бог не действует во тьме. Бог не будет действовать во тьме. Бог не придет к тебе в эту темную коробочку. Бог есть свет. И пока ты его туда не пустишь, он туда не придет. Аминь. Не придет Бог туда без твоего согласия. Он может тебя поставить в ситуацию, что тебе будет очень тесно. Это так. Но ты все равно должен сам его туда пустить. Аминь. Аминь. Или не аминь? Аминь. 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 Окей. Иакова 5.16 Это тоже, Ганя, ответ на твой вопрос. Послание Иакова 5.16 Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Опять же, повторюсь, имейте в этом мудрость. Окей. Идем дальше. Вернемся к отрывку нашему из Евангелия, которое мы читаем. Очень интересно весь здесь сказано. Был свет истинный, да, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Свет истинный. Кто мы сказали там? Иисус. Который написано просвещает всякого или любого человека, приходящего в мир. Любого человека. Любого. У Алла. Так написано. Свет истинный просвещает каждого человека, приходящего в мир. У нас было очень интересно с молодежью беседа. Да, она спросила, помните, да? А как же Бог будет судить тех, которые не слышали Евангелия? Интересный вопрос на самом деле. Грехов? Сейчас мы посмотрим, как. Но утверждение, мы возьмем как бы за отправную точку, утверждение, что Бог просвещает каждого человека, который приходит в этот мир. Иногда создаётся впечатление, что Бог несправедливый. Или когда мы только покаялись, или у нас, допустим, не срослись все пазлы, когда мы изучаем Писание, создаётся иногда впечатление, что, ну хорошо, как же, допустим, в 200-м году, в Индии, к примеру, или, я не знаю, в Австралии, ну в Индии, ладно, дошёл, говорят, флома в Индию, да? Ну в Австралии, к примеру, или в Америке, да, где жили индейцы. Как же там вот люди? Пошли вам все, получается. Есть ответ у меня такой, такой объёмный, ну округлый такой, и на этот вопрос. То есть, если свет просвещает каждого, то есть определённое откровение о Боге есть у каждого человека. Я так это вижу. Нахованы или нет? Согласен со мной. У кого-то глубже, у кого-то больше. Кто-то услышал Евангелие, кто-то не услышал Евангелие. Ну в принципе, у каждого человека есть откровение, или Бог, по крайней мере, ему открывается определённым образом, скажем так. Окей. И первое место, где мне казалось, что Бог был несправедлив, это потоп. Самое такое, да, распространённое. А как же Бог всех убил? Давайте почитаем. Бытие 6, с 1 по 9 стихи. Вы расширьте, 6 это Вав, да? Вав ми ханатейшам. Когда люди начали умножаться, умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать. Это сильные и здравильные славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли его, и помышления сердца были злоба всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своём, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я рассказал, что создал их». Ной же обрёл благодать перед очами Господа Бога, и вот же те норы. Ной был человек праведный и непорочный вроде своём, ной ходил перед Богом. Окей? То есть, у нас, я так думаю, что когда мы читаем Библию, мы меряем допотопные времена категориями сегодняшними. Нахван? Но это неправильно. Почему? Потому что допотопом, что у нас было, чего у нас нет сейчас? Давайте подумаем, что было допотопа на земле, чего нет сейчас? Ну, дождя, высадок, это на веру не влияет, да? Доказательство того, что был рай. Что у нас было с вращающимся мечом? Херувимы были, люди их видели, наверняка, господа. Ну, а как серьёзно? А куда они делись? О! Но потом, я думаю, они никуда не делись. А? Хорошо, задам тебе. Подожди, давай я тебя спрошу. Ага. Ну, мы спорить не будем, потому что я проповедник, как бы. Вот, но если Бог поставит херувимов, зачем? От кого? От человека. От человека. Ну, и куда он делся до потопа? Никуда. То есть он там был, и всё. И Адам был у нас. Я думаю, что у Адама не было кубика, но это так, это шутка такая. Он же не родился от мамы, да? Он как бы Бог его. То есть был свидетель Адам. На ком? У нас до потопа был свидетель Адам. Бог говорил Каину, это правда? Бог говорил Каину, у нас Бог сегодня к убийцам не говорит, насколько мне известно. Бог тогда говорил людям, люди видели ангелов, амен или неправда, так или так? Ну, дети Божьи, да, мы не будем сейчас в эти глубины, кто это такие были, дети Божьи, но я подозреваю, что это падшие ангелы. Видели люди ангелов? Видели. И я так подозреваю, то есть откровение о духовном мире у людей, ну, не знаю, если мы будем в апокрифических книгах ковыряться, мы туда не пойдем. Мы туда не пойдем. Но откровения о Боге они были, и я думаю, может быть, даже больше, чем у нас сегодня. А может и нет. Вот. То есть Бог не судил мир при том, что люди ничего не знали. На хуй? Да или нет? Да. Да? То есть у них все было перед глазами. Райский сад. Херубимы. А как звали, какое имя есть у сатаны, кто знает? А корова Сухер? Осеняющий Херубим. И я так думаю, что причина, почему Бог поставил Херубимов, потому что дьявол был такой же силы, чтобы было равное как бы противостояние, да? Потому что Херубимы это одни из самых высших существ были там в духовном мире. Бог запрягал Херубимов, мы знаем, да? Он на них как бы ездил. Откровение было до потопа. Из-за этого, из-за того, что люди пренебрегли Духом Святым, да? Бог их наказал. То есть, если бы они не знали, что есть Дух Святой, я думаю, наказания бы не было. Они четко знали, что есть Дух Святой, есть Баши Ангелы, что они делают плохо, и они получили наказание. Все по чесноку, да, получилось. Идем дальше. Идем дальше. Откровение 20, 11, 15. Мы читали это с молодежью. Идем дальше. Идем дальше. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля. И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И одна книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Смерть и ад повержены в огненное озеро, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро. То есть как будет Бог людей судить? По делам. Вопрос очень интересный. Это касается верующих или касается неверующих? Неверующих. А, от кого ты знаешь? Потому что я. Потому что ты была на молодежной грузе, да? Это к неверующим относятся, господа. Что сказал Иисус? Верующий в меня на суд не приходит. Ой-вавой, мне, если Бог меня будет судить по моим делам. Реально, я говорю Бог. Не дай Боже, что Бог меня будет судить по моим делам. Не дай Бог. Это относится к неверующим. Теперь, вопрос следующий. А все ли неверующие, которые будут судить Бог, пойдут в ад? Нет. Нет. Как Бог будет опирать, я не знаю. Мы знаем из Писания, что есть совесть язычников обличает, или человек жил по совести, или не по совести. Но мы здесь увидели абсолютно четкое утверждение, что свет просвещает каждого человека, который приходит в этот мир. То, что с возрастом бывает совесть глубеет, умирает совесть, насаженная совесть есть. Это другая история. Но Бог сказал, что я постарался, чтобы каждому я открылся, чтобы каждый спасся. Да? Аминь. Окей. Поэтому у Бога я не верю, что есть вопрос несправедливости. Не верю. Так нам Евангелие говорит. Окей? 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 И такую как бы я формулу вывел для себя. Я не утверждаю, что это доктрина христианская, просто для себя я такое объяснение нашел, такое ёмкое. Что Бог будет судить каждого человека пропорционально или согласно тому откровению, которое было у этого человека о Боге. Да? То есть больше получил, больше спросил. Меньше получил, меньше спросил. Нам, как верующим, в принципе, больше ответственности. Да? То есть нам Бог больше открылся. И спрашивать будет у нас больше. И это не то, чтобы верующий на суд не приходит, и всё. И теперь я буду жить, как я захочу. Нет. Нет. Наоборот. Ещё больше ответственности. Ещё больше, потому что у тебя больше откровений. Аминь. Римлянам, первая глава, с 20 по 32 стихи. Римлянам, первая глава, с 20 по 32 стихи. Римлянам, первая глава, с 20 по 32 стихи. Очень интересное место из Писания, на мой взгляд. Окей. «Ибо невидима Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Или там непростительны, как бы, в переводе. То есть, через рассматривание творений, я, по крайней мере, понимаю, не знаю, кто другой, я понимаю через рассматривание творений, что есть Бог. Я, как инженер-механик, вам говорю, вот для меня, как для механика, очевидно, что Бог есть. Сегодня я буквально подумал, почему, если само всё собой получилось, почему есть разнообразие? Почему не получился один микроб или один динозавр, ну, чтобы всё было одинаково, ну, по логике, если оно само одно получилось. Почему получилось миллионы или, там, не знаю, миллиарды видов жизни? Вот такой вопрос я себе сегодня задал. Идём дальше. То есть, через рассматривание творений мы понимаем, что есть Бог. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и обрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присвыкающимся, то и преддал их Бог, похотя к сердеце нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварям местного Творца, который благословен во веки веков. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского гола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправдой, блудал, указом. Тут мы пока остановимся. То есть пишется о ком? О людях, которым открылось, что Бог есть. Открылось, у которых было понимание, мало Бог есть. Но в чем же проблема? Недостаточно знать, что Бог есть? Недостаточно. Что еще требуется? Поклонение. А мы? То есть Господу Богу своему поклоняйся и одному ему служить. Две вещи на самом деле нет. Поклоняйся и служить. Не только поклоняйся, классно поклоняйся. А? Кайся. Ну мы за... Да, кайся, да. Будешь потом каяться, потом. У меня тут масло есть. Простим тебе все грехи твои. То есть поклоняться — это классно. Но Бог от нас ожидает еще и служение, да? Это так, отступление лирическое. Люди, которым было открыто откровение о Боге, не прославили Его, заменили истину ложью и поклонялись чему? Творению вместо Творца. Есть такое в нашем мире сегодня? Да. А какому творению, вот в принципе, если возьмем западный мир, какое творение самое популярное для поклонения? А еще более популярное? Хьюмор, гуманизм, человек. Люди поклоняются сами себе. Где это было в древности? В Греции. Что ты буддизм буддизм? Окей. Люди поклоняются сами себе. То есть это гуманизм. Классное слово. И это даже в современном мире у Алла. Мы гуманисты, мы классные. Это отвратительное явление гуманизма, господа. Отвратительное. Почему у нас Тель-Авив — столица гомосексуализма? Вы не думали? А я вам расскажу. Скажем. У КААМ, Яша. Яша, Рома. Ты хотел уйти, но посмотри. Потому что я вам скажу, откровение о Боге в Израиле, оно есть. Есть, а мы его не можем не быть. Яфе, его не может не быть в Израиле. Но почему-то молодежь едет куда? В Индию, в Таиланд, искать мудрость. Да не мудрость ей там вышит, а наркотики и бесов. У каждого дома есть Танах. В Израиле у каждого дома есть Танах. В школе учат. Но в школе учат все, что это. Это значит, тут читаем, тут не читаем. Люди не поклоняются Богу, имея откровение о Боге. У каждого Танах есть. Я рос, ну, в коммунистические времена у меня не было Библии дома. А здесь у каждого есть Библия. И Бог будет спрашивать. Мэн, ты что ее не читаешь? Ты что не читаешь ее? Что там я написал? Вот вам объяснение, почему есть гомосексуалисты. Имея откровение, не прославили Бога, не поклонились. Ой, ими рождаются, и ученые думают, почему же так получается. Вот вам объяснение. Имея откровение о Боге, не прославили Бога, не поклонялись Ему. Мы все верующие, мы все на Кипур не ездим на машинах, на великах ездим в Ём-Кипур, да, мы не кушаем. Но Бог хочет чего-то большего. Бог хочет, чтобы все свое сердце к Ему отдал. Он не только на Ём-Кипур отдал. Поним? Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойно смертны. Однако не только их делают, но и делающих подобряют. Да, это модно сейчас. Извращенцем быть модно сегодня. Кстати, как будет слово «извращение» на иврите? Это касательно еврейских кордей. Как извращение на иврите? Стиян. Стиян. Какой корень? Сатан. Яфэ. Сатан — это тот, кто суте, это тот, кто тебя сбивает. Ну, это окончание, в принципе. Сатан — это тот, кто нас сбивает. Ты уверен, что Сатан — это шин? Я проверю, окей. Нет, я проверю. Рон выиграл уже 100 долларов. Старишь еще? Окей. Все, последний стих на сегодня. Иоанн опять 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имей жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это то, что Иисус пообещал, да? То есть, возвращаясь к тому, что мы сегодня прочитали. Иоанн был пророком, да? Иоанн был пророком, чтобы четко услышать Слово от Бога об Иисусе, подготовить народ к покаянию, к приходу царя, указал на царя, да? Иисус нам здесь описывается в этом отрывке, как что? Свет. Амэн. Это свет истинный. Причем, когда Бог творил Вселенную, да? Как это описывается? Что земля была безвидна и пуста, и тьма, бездна, да-да-да-да. Что он сделал первое? Что? Отделил свет от тьмы. И, то есть, свет уже был. Амэн. И тьма тоже была. Ахон. Хорошее замечание. Солнца еще не было. То есть, солнце — это истинный свет. Люди поклоняются солнцу. Ахон. Есть такое? Но истинный свет — это не солнце. А то, что было до солнца, да? Теперь. Написано ли в первой главе бытия, что Бог создал свет? Нет, не написано. Не написано. Бог не создавал свет. Почему? Потому что Он и есть свет. Бог и был светом. Амэн. И потом Он сказал, да будет свет, да? Окей. То. Все, на сегодня закончил. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за милость Твою и за любовь Твою, и что Ты истинный свет, который явился людям, и в котором мы веровали, и мы освобождены от того, чтобы приходить на суд. Спасибо Тебе за прощение грехов, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за прощение грехов. Спасибо. Продолжение следует...